Комментарий после матча. Тренер команды Родины М, Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, на седых волос прибавилось, судя по концовке. А как сам матч в целом? Седые волосы уже давно прибавляются от игры к игре. Но, прежде всего, хотел бы всех поздравить с большим праздником, всех с Пасхой. Что касается игры, я думаю, что она была, несмотря на нулевую ничью, интересной. И с нашей стороны были моменты, и с стороны Тверской команды, которые в конце могли забить на последней секунде с нашего углового. И Егор Трунтаев, там, минут за 15, наверное, вытащил мяч из пустых ворот. Да, эти два момента, где потеря концентрации, огромное желание победить. Наверное, могло сыграть злую шутку с нами. Но, сегодня распорядилось так, что ничья и в целом качественная игра была с небольшим количеством потерь с нашей стороны. Считаю, что контролировали ход игры. И цифры показывают после игры, что с преимуществом играла наша команда. Поэтому, чуть хотелось бы, конечно, чтобы острее играли, чтобы больше предлагали себя вперед. Вот, и фланговый нападающий, и защитники фланговые, доставка мяча у нас вперед тоже есть. Зона роста в этом есть однозначно. Я думаю, что мы в этом должны компоненте прибавить. И я не сомневаюсь, что ребятам это под силу. Потому что самое сложное, это выход из-под давления, в контроль мяча из-под давления. Они уже во многом научились это делать. Влад Лепехин сегодня играл чуть-чуть ниже, несколько обычных. С чем это связано? Со схемой игры соперников. Мы знали, что они играют в тройку защитников. И пара нападающих у них. И здесь мы тем самым планировали получить баланс в обороне. И в случае потери, в случае развития атаки мы опускали его ниже иногда третьим в линию. И пытались вывести двух наших центральных защитников на пространство, чтобы через них был переход в атакующие действия. Где-то это удалось, где-то получалось выходить. Но опять же, не забили, значит не все так хорошо было. Но вот с этим связано. В сравнении с предыдущим матчем, в сегодняшней игре очень много желтых карточек. С чем это связано? Связано с тем, что наверное не хотели проигрывать ни один эпизод. Были близко с соперником, рядом находились. И в силу того, что у нас еще раз говорю молодая команда. И соперник чуть поопытнее. Наверное уже не первый год играет во второй лиге. Знают, как в этих моментах вести единоборство, как быть первыми в подборе. Также для нас это большой опыт. Мы вроде не проигрывали эпизоды, но соперник старался нас вынуждать валить в этих эпизодах. Поэтому, наверное, желтые карточки. Хотя наши две желтые. Там у Трунтаева в первом тайме. Со своей ошибки мы ее чуть натянули. Когда он был с мячом, хотел сыграть не в длину. Хотел сыграть, сохранить мяч. И ошибся в этом эпизоде. Ну, свалил. Такое бывает. Когда ты играешь постоянно в какой-то комбинационный футбол, ища ходы внизу, чтобы были подстройки, то мы иногда ошибаемся. Это нормальная ситуация для молодых ребят. Поэтому думаю, что так. И последний вопрос. Команда заслужила выходной? Да, выходных говорить рано. В выходные у нас сейчас осталось 7 игр впереди. И важные игры, еще раз, с точки зрения роста и результата, они для нас важные. И потом у нас будут выходные, и у нас будет отпуск, где мы немножко отдохнем и будем готовиться к дальнейшей нашей футбольной истории.